Катя, привет! Очень рада видеться. Привет вам! Немножко расскажите о себе. Кем работаете, где живете? С удовольствием поделюсь. Меня зовут Екатерина Тамбовцева, я живу в Новосибирске. Я руководитель диджитал-агентства. Мы занимаемся продвижением аккаунтов в Инстаграме, делаем интернет-маркетинг. Работаю я удаленно, работаю из дома уже в течение почти трех лет. Я не хожу в офис. У меня сидячая работа. Я постоянно нахожусь за компьютером или в телефоне. И отношение у меня к тому, что такое любовь к себе, это вот когда раньше было, по крайней мере, до курса, это не про правильное питание и не про спорт. Это про побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой после того, как ты отсидел, отработал. Вся команда удалена, постоянно там, да, и прогулки, спорт, это тоже не про меня. Я вот такой домосед с очень малоподвижным образом жизни была. Вы когда познакомились, а это было, если не ошибаюсь, это зимой, да? Зимой. Да, сначала это был марафон у нас, а потом был уже большой курс. Если не ошибаюсь, это был вес 89,9. Да, я не увидела страшную цифру 90 у себя на весах, но я прям вот подошла к тому моменту, когда подумала, что это ужасно просто, вообще все, надо что-то менять. А это максимальный вес был? Да, это был самый максимальный вес, такого у меня никогда не было. А как он набирался? То есть, может быть, было что-то, ну, кроме сидячей работы, это понятно, это гиподинамия, она очень сильно влияет. А может быть, еще что-то было? Он постепенно набирался или это было внезапно? Ну, вот смотрите, я немножко удивлю, наверное, да, у многих после беременности приходит лишний вес и сложно от него избавиться. У меня во время беременности, видимо, что-то происходит в организме, перестройка, и я начинаю вес терять. Я вместе с ребенком за беременность набираю 6 килограммов. То есть, я после родов выхожу вообще стройняшка-худышка. Начинаю набирать вес потом постепенно. Вот последней доченьке у меня младшей 7 лет, и вот я постепенно-постепенно начинаю поправляться, 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 доходила до 84 килограммов. Начинала худеть. А как худеть? Расскажите. У меня была диета Дюкана. Она давала хороший результат, но это было просто какое-то, я не знаю, неимоверное приложение усилий, вся сила воли, все, что только можно, потому что это очень тяжело. Вот с точки зрения пищевых привычек, с точки зрения вкусовых ощущений, радости, жизни, от того, что ты можешь что-то есть, это очень тяжело. Морально это убивает вообще просто весь энтузиазм. Самое плохое, что после этого я надеялась, после диета я надеялась, что мне нужно будет только раз в неделю делать там белковый день, как рекомендуется, и как бы поддерживать этот вес. Но у меня не получилось. А сколько сбросили вы, и как долго были на ней? Я похудела на 10 килограммов. Несколько недель, мне кажется, месяц был. И вот один или два белковых дня я там смогла выдержать там в течение недели следующей. И стало очень много есть опять. Есть, 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 есть. Вот эта вот история, когда ты ешь как не в себя, начинаешь себя ругать про то, что, слушай, ну ты же добилась таких результатов. Тебе всего лишь надо поддерживать. Ну что тут такого сложного? Поддерживать. Но поддерживать не получается. И только на курсе вот у вас я узнала, почему не получается. Когда разложили по полочкам, как работает организм, как таким образом я нарушала у себя выработку гормонов, да, и что это вообще просто и нереально было поддерживать, когда ты настолько себя ограничивала, зажимал, и твой организм просто был не в состоянии поддерживать. Да, да. Было просто обуславливалось только физиологией, никак не мотивацией, силой воли и так далее. Угу, верно. И это набрался, да? Набрался, пришёл ещё лишним к нему, плюс тоже несколько килограммов. Потом у меня был заход на похудение. На целый месяц расписан марафон. Пять недель было. Начинали с ограниченного количества продуктов. Сырые овощи, сырые фрукты, жёсткое ограничение по именно продуктовой корзине. Да, вот та самая большая ошибка и страх, который меня потом, из-за которого я боялась вообще куда-то идти, когда ограничиваешь себя в наборе продуктов и становится вообще очень скучно и неинтересно. Ну да, да. Я похудела снова на 10 килограммов и снова всё повторилось. Абсолютно так же, да? Тот же сценарий, что с диетой Дюкана. Сбрасываем вес, терпим, выходим. У меня там как раз была смена, я уволилась с работы, начала открывать агентство своё, очередной бизнес. На энтузиазме, на подъёме, вот этом внутреннем, не связанном с диетой, мне удалось достаточно долго ехать, скажем так, на вот этой диете поддерживать. Но когда всё вернулось в обычный привычный рабочий ритм, стало понятно, что я снова опять ухожу вот в этот зажор неконтролируемый и ничего не могу сделать с собой. То есть, в принципе, таких попыток было две? Да. Они, кстати, вот они вроде бы, кажется, совсем разные были диеты, возможно, по названиям, по длительности, но у них была стратегия одинаковая. Сейчас просто немножечко расскажу, нашим зрителям о том, что стратегия была выбрана именно временная, то есть временное применение какой-то диеты. То есть это не работает. То есть если мы не можем взять такую стратегию, которую будем применять всю жизнь, то, что мы, собственно, и сделали потом с Катей, вот это, когда ты можешь остаться на этой диете на всю свою жизнь. Вот если твоя диета не подходит для всей жизни, всё, это не сработает. То есть это не сработает назначен, потому что человек всё равно возвращается в свои обычные привычки, в своё обычное питание, в сообличный режим, потому что, ну и плюс еще вот эта вот усталость психологическая от этого напряжения постоянно, что тебе то нельзя, а это нельзя, естественно, плюс еще и физиологические факторы, которые будут, конечно же, будут ужасной силой, сильной тягой на углеводы и на что угодно. Вот, а что вот, мне интересно, вот что произошло в том, что у каждого человека есть такая вот, так сказать, последняя капля, последняя капля, когда ты просто вот вроде бы начинаешь опять, бросаешь, начинаешь, потом откладываешь, думаешь, ой, ну не сегодня, ой, сейчас я вот уставшая, а сейчас у меня проект, я просто знаю, потому что сама такая же, вот, а потом только раз и приходит последняя капля, когда ты понимаешь, все, я больше не буду откладывать, все, я начинаю и не завтра, а сегодня, вот что было таким стимулом, когда вот эти вот 89,9 были, вот что прям внутри вот щелкнуло, ситуация какая-то, или вот что повлияло на то, что вот он взялась и дошла? Я вот немножко скажу ощущение свое до вот этого состояния, да, потому что очень хочу, чтобы все девушки, которые там прошли какой-то, поимели опыт, да, и которые сейчас присматриваются к вашему продукту, сомневаются, опираясь на свой прежний опыт, как это было у меня. Самое страшное в этих диетах во всех, это даже не то, что происходит временный эффект или что-то, самое страшное, что они дают обещание, я, мы изменим ваши пищевые привычки, мы изменим ваш образ жизни, вы сможете жить так постоянно, но то, что они дают, невозможно так жить постоянно на том, что они дают. Так как я не знала, как может быть по-другому, меня очень долго удерживало вот это, что у меня не получится точно, вот у меня точно не получится изменить свои пищевые привычки. Может быть кому-то дно, может быть у кого-то получилось, у меня не получится, потому что я привыкла с детства, там мы жили в деревне, у нас очень много в рационе было жирной пищи, жареной, зажарки, в супы, вот это в еду, сладкое, печеное, это всегда ассортимент такой дома, у меня не получится поменять пищевые привычки, я же пробовала уже два раза. И потом наступил вот этот 89,9, оговорюсь, что у меня есть муж, двое детей, и муж у меня такой мега поддерживающий, он меня воспринимает вообще в любом весе. Он никогда не говорит там, какая ты стала, когда я похудела, да, потому что когда так говорят, очень хочется сказать, а до этого я что была, страшный-страшный прокодил, вот он как бы у меня очень там, люблю тебя такую, и люблю тебя и как бы без проблем такую, то есть тут у меня мотивации не было худеть, что меня там бросит муж, и я там останусь одна. Я вспомнила подругу, которая не могла долго забеременеть, и говорила о том, что когда у нее осталось 10 килограммов до 100, она спохватилась и начала вот как-то худеть, и привела свой организм в такое состояние, что организм у нее забеременел. То есть у меня вот сработало вот это вот, что я не просто сейчас не люблю свое отражение в зеркале, я не просто в свои почти 90 килограммов ненавижу шоппинг, потому что что бы я там ни пошла и не одела, мне не нравится, как на мне сидит и как я выгляжу. То есть у меня кроме радости себя видеть в зеркало или полюбить там свою внешность, ушла радость покупать себе какие-то обновки, красоваться куда-то, выходить и чувствовать себя прям очень красиво и широко там расправленными плечами. Но когда я увидела вот эти вот 10 килограмм до 100, и у меня знаете такая ассоциация, что вот у подруги настолько в организме все было нарушено из-за этого лишнего веса, вот настолько все было плохо, что она не могла, здоровая женщина, даже забеременеть. И когда она изменила, я не знаю честно, как она худела, это было уже давно, просто у меня это вот сработало в этот момент ассоциации. То есть оказывается, никакого не было бесплодия, никаких патологий, ничего. Просто был жутко нарушен вот этот баланс в организме. Я подумала о том, что я для своего организма тоже делаю вот какую-то жуткую историю, и все просто сложилось вот в тот момент, вот в одной точке. Я начала искать, как этот вопрос решить. Я решила, что пойду другим путем и попробую найти диетолога. Не людей, которые обещают, что это вот будет все быстро, за 5 недель, а диетолога, который сделает это грамотно. Начала искать, нашла страничку в инстаграме одной девушки, написала, она говорит, индивидуальное сопровождение, 35 тысяч рублей в месяц. Я тебя, конечно, люблю, но вот на тот момент я была не готова. Тем более, что, да, были как бы сомнения вот в этом во всем, и как бы я же уже пробовала, вдруг не получится. Вот я нашла вашу страничку просто по поиску в инстаграме, и в принципе очень сильно повлиял на меня тот контент, который был, прямые эфиры, которые были, да, то, как вы рассказываете, подходите к этому, ко всему, с точки зрения не волшебной таблетки, не каких-то результатов, а с точки зрения того, что все будет правильно. Даже не могу сказать, какая может быть фраза или еще что-то меня конкретно зацепило, а в целом ваша подача и возможность просто попробовать зайти на марафон за там копеечную сумму в такой приятной компании. Почему бы и нет. Это марафон сразу же после Нового года. Это у нас была комбидиета, это была вот эта вот нашумевшая комбидиета, да, у нас была как раз разгрузочная диета и так далее. Да, я вспомнила. А какой был результат за первые две недели? Вообще, насколько было сразу вот тяжело втягиваться? Вот я могу поднять нашу переписку, мы же там все писали, делали отчеты, я, если вот сходу не вспомню, но это было что-то такое впечатляющее, прям, мне кажется, килограмма три или четыре между тремя и четырьмя килограммами был такой раз сразу, большое такое движение. Было совершенно несложно из-за того, что убрали мой, сразу убрали мой страх, вот, да, я говорю, что меня зацепило. Вы убираете страх того, что это будет ограниченный набор продуктов, которые нужно будет в себя впихивать. То есть, это было разнообразие. Просто я так посмотрела, подумала, думаю, ну, тут трудно соскучиться с таким меню, с таким разнообразным подходом, такое количество продуктов, и все так доступно, легко, просто. Надо брать и делать просто. И мне было, правда, очень легко. Ну, вот проходили мы с вами этот пятинедельный курс, вот, вообще, хоть какие-то сложности были, вот, не знаю, там, у кого-то, кто-то говорит, ой, сложно готовить, кто-то говорит, ой, у меня нет времени смотреть уроки, вот, вы же тоже, я знаю, что такое онлайн-работа, это кажется, что ты дома сидишь, себе пару часов, но это не пару часов, это по 14, это по 18 часов работы. Вот как вы все успевали? Ну, вот, смотрите, Светлана, есть такая классная фишка не приходить на живой вебинар, если нет времени, да, у меня не было, честно. Я давала вопросы, и на живые вебинары приходить времени у меня не было. Я потом получала их в записи, ставила на ускоренное в два раза и быстренько просматривала. Это то, что позволяет мне очень быстро учиться на любом курсе. Этот приемчик я использую, он сокращает существенно время. Во-первых, во-вторых, у вас очень удобно устроен сам интерфейс курса. Оно прям понятно, никакой лишней воды, никакой там обилия каких-то лишних слов, информации, вводных частей. Четко, очень, все по существу. И удобно, и вот для меня удобно была очень подача. Я могла в любое время, когда у меня есть, там, не знаю, 15-20 минут, я беру и изучаю. В ванной лежу, открыла, почитала. Перед сном пошла, открыла, почитала. Классно сделана, вот вся информация, она выстроена так, что даже если ты прервался, снова потом подключился, это не какое-то очень сложное, что-то, что нужно вникнуть, да, вот прям погрузиться. Прервал, начал снова, тебе надо вспомнить, что там было в первой части. Очень интуитивно, очень легко все заходит. И вот это меня спасало, потому что времени действительно мало, его действительно не хватает. Ну, вот благодаря тому, что очень легко, вот теоретическая часть и видео. Это не получалось. А как готовка справляется? Что у вас вообще дома готовить? Вы или муж? Смотрите, готовлю вообще, раньше готовила больше я. Когда я стала переходить на свое меню, муж сказал, дорогая, ты готовь себе, пожалуйста, я позабочусь о себе и детях сам. Потому что они не готовы были перейти на правильное питание. Спасибо вам отдельно за то, что вы предупреждаете, не надо всю семью тащить за собой в рай на поводке. Потому что попытки такие были. И когда я послушала вот этот вебинар, где вы говорите, что подождите, дайте время вашим близким, потихонечку, помаленечку, они привыкнуты к вашему рациону и тоже втянутся. И так на самом деле и произошло. Готовила я сама себе, у меня есть где-то ваш чудно-волшебный гайд, где вы говорите про чудеса подготовки, заморозки, заранее приготовьте. Но я его скачала и даже им не пользуюсь. То есть мне легко получается делать все так. Я люблю 5-минутные вот эти кексы, рецепты, которые делаются в микроволновке. Это просто вообще счастье. Сырники, то, что вы даете, это готовится все быстро. Ну, не знаю, у меня вот правда не возникает сложности. Хотя я постоянно в работе, постоянно онлайн. Я руководитель, у меня около 10 подчиненных, клиенты, свои обучающие курсы. Это большая нагрузка. Но в это можно легко поместить. Вот мне помещать ваше меню рекомендованное гораздо проще даже, чем, допустим, по диете Дюкана. Хотя, казалось бы, там одни белки и ограниченные продукты, и нет разнообразия. А здесь больше продуктов, больше, но дается все намного легче. Классно. Классно. А готовите как? На один день, на один раз? Или там кто-то готовит на неделю? Нет, я готовлю в основном на 2-3 раза. Если, допустим, гарнир отвариваю, то на день отварила, и в течение дня его использую. Если вот эти запеканки в духовке за 5 минут, я могу, кроме ужина, 3 дня, 3 раза в день кушать ее, плюс овощи. Мне прям очень кайфово. Ужин, допустим, да, я уже туда убираю углеводы, и ужин у меня уже идет так, как положено. Классно. Какое у вас вес на сегодня? У меня сегодня 72 килограмма и 9. 72 и 9. Супер. Шикарно. А цель какая окончательная? Или это уже вот окончательная прям? Нет, это не окончательная цель, я себе ставила цель 69 килограммов на полгода. Это получается, что в июле я, по идее, должна была достичь 69. Но был, как бы, я вот не отказалась, например, от вина. Да, я перешла с любого другого алкоголя на полусухое вино. И это чаще всего бывает два бокала, не больше. Но в моем случае это очень сильно тормозит снижение веса. И я прям это вот точно чувствую. Если я, допустим, 4-5 недель не включаю в рацион вино, то у меня идет потихонечку снижение веса. Если я включаю вино, то у меня все начнет встает, и встает на пару недель, это точно. Ну, в любом случае уже очень большая часть веса сброшена, поэтому сейчас, конечно же, будет таки, более замедленно все будет. Расскажи, что изменилось, кроме веса и объемов? Ну, во-первых, это несколько размеров одежды, естественно. Это талия, на сколько сантиметров уменьшилась. А вот что еще изменилось? Потому что многие говорят, ну, я хочу похудеть, чтобы увидеть вот эту вот цифру, вот эту вот шесть, первую цифру на весах. Но ведь не в этом-то счастье. Не в цифрах. А вот что изменилось у вас? Вот еще один момент, который меня сподвиг к тому, чтобы заняться снижением веса. У меня была какая-то хроническая усталость. Мне энергии не хватало вообще. Мало того, что у меня период в бизнесе такой, что я вот доросла там до определенного уровня, и мне хочется выйти на следующий уровень, вот этот пресловутый стеклянный потолок. И ты смотришь на людей, которые добились большого результата. Например, как Светлана заработала там несколько миллионов рублей, и хочется тоже выйти на вот этот уровень, да, и там другая энергия, там другие, другая емкость нужна. Я понимаю, что у меня нет энергии, даже на каждый день просто. Я вот даже просыпаюсь с утра, уставшая, ходить 10 тысяч шагов в день, нет у меня ни желания, ни энергии на это. Отдыхать на природе, какой-то активный отдых, нет, ни в бассейне, нигде, ничего не хочу. Я поела, сладкое, это единственное, что снимала, да, вот давала какое-то удовольствие, и там диван, телевизор, компьютер, тот же телефон, та же работа, вот все. Сейчас, впервые в жизни, у меня, не знаю, ощущение, я, во-первых, начала заниматься спортом. Никогда у меня не было желания. Все, я так рада была, классно. Это просто, для меня, ребята, это правда волшебство какое-то. Не бывало у меня такого ощущения за всю жизнь в голове, в мыслях, желание почувствовать свое тело, чтобы по мышцам прям энергия пошла, чтобы вот это вот прям все ощутить. Причем я не хожу в зал, да, допустим, я хожу на йогу, зумбу, тотал стрейч, растяжка, бассейн, да, вот такие лайтовые вещи, но они очень хорошо работают. И вот до зала, там, пять тысяч шагов до зала, пять тысяч шагов назад. Как раз у меня получается десять тысяч шагов, я их пробегаю с легкостью, вот энергия, вот я просыпаюсь, все, я бодрячком. Я вечером спать ложусь, я себя укладываю, потому что я еще бодрячком, и у меня нет такого, понимаете, раньше было, блин, два удовольствия, поесть сладкое, и добраться до постели, и лечь, и вот уснуть. И это было ужасно, когда вот в твоей жизни, вроде бы, есть любимая работа, семья, дети, все, да, но у тебя, блин, два удовольствия в жизни, вкусно поесть, и уснуть вечером. и это ненормально, если, не знаю, кто-то думает, что, ну, зато меня и такую любят, ну, зато у меня там хорошая работа, ну, зато, какое-то еще зато, это такое заблуждение, это ваша вот ловушка, в которую вы себя загоняете, нужно из нее выбираться, потому что жизнь без лишнего веса, она совсем другая по качеству. Это очень круто, это, я хочу сделать фотосессию в нижнем белье, я себя ощущаю сексуальной, красивой женщиной, которая готова показать там свое тело перед камерой, потому что я его действительно люблю, и оно мне кажется эстетически красивым, это невероятное ощущение, просто, я вам очень благодарна за него, за то, что вы делаете, это прям большое дело, прям плак-плак, такое. Знаете, я даже аж почувствовала вот эти слова, прям почувствовала на себе, это, и это очень сильные слова на самом деле, потому что, правда, вот это есть такая ловушка, когда люди говорят там, ну, там, не знаю, там я утром показываю свою тарелку, там, сториз, да, и люди, ой, ну, и что это, вот это вот, все время вот эта каша, да, яйца, ну, я люблю просто кашу и яйца утром, ну, я вот могу себе утром позволить крутосан, ну, вот зато я себе могу, да, я полная, но зато я могу себе позволить все, что хочу, а что же ты хочешь, ты можешь позволить только еду, но только, потому что остальные удовольствия, потому что я знаю, что такое быть полной, и я была, и я сейчас опять худею, потому что был период, когда я набрала, и когда ты заходишь в магазин, и ты не получаешь удовольствие, потому что только в продуктовом магазине ты получишь удовольствие, а в магазине вещей ты не получишь удовольствие, потому что все либо мало, либо так сидит, что вообще не хочется уже даже что-то покупать. Но это правда, это очень серьёзный такой вот самообман, в котором многие живут. И дело вообще не ввесть на самом деле. Дело, конечно, в самоощущении. Понятно, что нужно себя любить любой, это правда. И ваш муж очень прав вот в этом плане, что он говорит, я люблю тебя любой, это очень здорово. Но есть всё-таки вот это вот состояние, когда это здоровое тело, оно может быть здоровым. И в 60, и в 70 килограмм, и в 80 килограмм я видела здоровое тело. Но когда лишний вес уже есть большой, он правда уже не идёт рядом со здоровьем. Ну это правда так. Скажите, Катя, что бы вы хотели бы такого, не знаю, пожелать, наверное, или вот сказать какое-то такое слово напустимое тем, кто сейчас нас смотрит? Нас посмотрит очень много людей. И есть те, кто сидят и думают, ну вот я начну, вот что-то должно произойти, такой какой-то должен быть, какой-то такой момент, когда я вот с понедельника раз и начну. Возможно, это будет вот прям с первого числа, или там, не знаю, с первого января. Вот что бы вы хотели пожелать людям, которые вот сейчас только принимают решение, вот взять и делать? Ну вы прям вот сказали два этих слова. Просто взять и делать. Вот просто довериться, взять и делать. Я, может быть, расскажу немножко, как ещё было у меня. Я думала, что я сейчас начну худеть, я начну питаться правильно, и я буду, ну как бы, заставлять, да, себя придерживаться вот этого меню. Потому что у нас, например, не было в рационе каждый день там свежих овощей. У нас не принято было там, чтобы были вот зелень какая-то, ещё что-то. Когда я смотрела на людей, которые это едят, я вот так же думала, блин, неужели это можно есть и любить на самом деле? Это вообще, ну не знаю, вот круассант там, да, это совсем другая история. Вот, и я думала, что я вот до определённого образа своего там, да, дойду, и я себе потом смогу позволить то, что я вот хочу, то, от чего я сейчас отказываюсь, и это будет как бы уже не страшно, это будет как бы моей такой наградой. Самым большим удивлением для меня было, когда вот в январе я начала, и в мае у меня был день рождения. Я думала, вот на день рождения я себе разрешу всё. Я прям пойду, я прям съем вредную еду из KFC, я съем гамбургер с булкой, вот со всей, всю эту вредность. Вы представляете, мне не захотелось. Вот я себе честно разрешила, что я пойду и это сделаю. Торт, я куплю торт, мне не захотелось. То есть вот то, во что я не верила, что мои пищевые привычки на самом деле изменятся, оно почему-то произошло. Но когда нет вот этого ограниченного набора продуктов, когда нет необходимости себя впихнуть в какой-то шаблон, у тебя есть разнообразие и возможность разнообразить свой рацион, не хочется вот этого, и это круто. Зато хочется овощей. Зато если я там пару приемов пищи пропустила, у меня, допустим, нет в холодильнике овощей, я скучаю, и я готова взять, встать и перед тем, как сесть, покушать, спуститься в магазин, купить овощи, чтобы покушать с овощами, как раньше я могла сбегать за десертом для чая, потому что чай не с чем попить. Я побегу, сбегаю, там конфет куплю, принесу и буду есть. Вот для меня вот это самое большое и самое важное изменение, которое в жизни произошло, потому что я ощущаю сейчас абсолютно точно, что я так могу дальше жить с удовольствием. Это образ жизни, это не диета, это не ограничение, это стало моим образом жизни, и это вот вообще просто кайф. Класс. Это просто класс. Потому что, собственно, вот это сама цель. Хотя изначально цель была похудеть, но цель должна быть изменить свой образ жизни, а вес уйдет сам к себе. У нас такое прям крутое получилось интервью. Я прям сидела, ну прям мне безумно самой было интересно. Это очень много таких, знаете, вещей сказали, которые вот прям надо, знаете, записывать и ставить себе на телефон, вот, что, знаете, не живи, там, не обманывай себя, и все остальное прям очень круто, классно. Спасибо огромное. Я верю, что наши зрители тоже вдохновятся этой историей, потому что очень многие писали, что такие истории вдохновляют, потому что реально есть очень много настоящих людей, вот таких, как Катя, вот таких, как у нас была Света, там, Лена и много других, которые точно такие же мамы, точно такие же жены, точно такие же бизнес-леди, которые работают просто по 20 часов без выходных, и у которых тоже нет времени на себя. Но время на себя нужно не просто выделять, да, а его нужно ставить вот в первую, ну как сказать, в приоритет. Его нужно просто ставить в приоритет. Сначала выделяю время на себя, да, иду, готовлю, ем, потом иду, работаю. И только в таком, при правильных приоритетах действительно все обязательно получится. Катя, очень благодарна тебе. Я еще, Светлана, хочу вот добавить, да, маленечко в контекст, нужно выделять время для себя и выводить это в приоритет, но у меня не потребовалось этого делать честно. Вот оно получается на самом деле легко. Да, оно встраивается прям легко. Я могу пойти буквально за 10-15 минут приготовить себе еду, потому что вы даете такие блюда, такое меню, о котором я даже раньше не думала, что такие сочетания продуктов могут быть, и что это так классно, этого много, не надо ломать голову. Открываешь, смотришь, выбираешь то, что у тебя сейчас хочет твоя душа, то, что у тебя есть сейчас в холодильнике, и это очень легко. Если, девочки, у кого-то вы думаете, что это сложно, это потребует много времени, это потребует, не потребует. Вот у Светлана, мне кажется, настолько все продумано. Вот настолько все отточено и сделано максимально удобно. Для меня, по крайней мере, я эту заботу чувствую каждый раз. И до сих пор чувствую, когда вот живу, и вам очень благодарна за это. Спасибо, большое спасибо.